В студии Вестника Кавказа по-прежнему Гия Саралидзе и Кирилл Немоляев, и мы по-прежнему продолжаем говорить о главных событиях в мире футбола. Тема, которую мы хотим сейчас обсудить с Кириллом, она может быть такая околофутбольная, я бы сказал финансовая составляющая футбола. Мы хотели бы поговорить о том, должен ли футбол быть платным. Об этом сейчас очень много говорят. Футбольные функционеры утверждают, что футбол должен идти на платных каналах, то есть народ должен за него платить. И это является залогом развития футбола. Небезызвестная Ольга Смородинская. Смородская. Да, Ольга Смородская, это президент Московского массива. Надо выучить ее фамилию, это будет часто у нас теперь. Ольга Смородская утверждает, что даже в Румынии платят в 100 раз больше в клубам за телетрансляцию, чем... Ну, в 100 раз госпожа Смородская, конечно, погорячилась. Не знаю, сколько платят в Румынии. В 90-х. Но в Англии, в Италии платят больше за телетрансляцию. Но те, кто сейчас имеют возможность смотреть на телеканале Россия 2 английский футбол, понимают, за что клубы получают деньги. И за что люди платят. Рубилова. Да, потому что, да, это, во-первых, Рубилова, во-вторых, это показ совершенно другой, совершенно другого уровня. Это другие стадионы, это другая инфраструктура, которая помогает показывать хорошо футбол. Это хорошее освещение, это хорошие газоны. Мы всегда напоминаем эту историю с хоккеем. То же самое, одно слово, компактно. Компактные стадионы. Футбол ты видишь вот здесь. То есть, как бы, ты можешь его навлекать. То же самое хоккей у нас. Большие коробки. Смотреть хоккей по телевизору вообще невозможно. Просто невозможно смотреть. Это тоска смертная. Вот я скажу, у нас футбол тоже смотреть тяжеловато. Конечно, когда стадион и нет дорожек, все ближе, говорю, компактнее тогда. Так все-таки, руководители футбольных клубов, руководители федерации футбола утверждают, что надо идти к платному футболу. Это залог того, что клубы будут получать другие деньги от телетрансляции. А это в наших реалиях, это одна из немногих возможностей, кроме дотации от регионов, от крупных компаний и так далее. Но здесь возникает вот такой вопрос. Во-первых, финансово. Дело в том, что крупнейшие клубы, российские, сильнейшие клубы, и так датируются фактически из бюджетных организаций. То есть, это борельщики платят за их содержание, по большому счету. Плюс к этому, значит, борельщики еще должны заплатить за телетрансляции для того, чтобы смотреть. То есть, это же опять-таки из их кармана это все идет. То есть, людям предлагают два раза еще заплатить, а может и три раза даже заплатить за это относительное зрелище. Вот все-таки, на твой взгляд, справедливо это или нет? Есть ли у нас условия для того, чтобы переходить на такую вот платную систему показателей футбола? У нас проблема в стране, она была, остается. У нас очень любят футбол. И вот такие истории, как победа над Голландией, допустим, вот наша, они, к сожалению, эту любовь только усиливают. При том, что качество футбола нашего, оно низкое. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что поскольку любят футбол, это является, мне кажется, на государственном уровне очень хорошим, так сказать, знаете, как сериалы смотреть. Вот, забыться, отвлечься. Вот, поэтому и футбол в регионах поддерживается, чтобы как-то у людей была возможность оттянуться, какая-то должна быть отдушина. Это отдушина номер один, если говорить про спорт, футбол. Соответственно, если его сделать, как бы, платным, то плюс, наверное, только в том, что люди будут больше, мне кажется, что не столь будут платить за трансляцию, сколько будут больше на стадион ходить. Вот, мне кажется, есть какой плюс. Что если ты делаешь платным, человек больше может будет ходить на стадион. Опять же, теперь в зимнее время суток. Надо сразу сказать, что это ограниченное количество будет ходить на футбол, потому что у нас 16 команд, да, соответственно, половина из них базируется в столичных городах, значит, и в нескольких регионах есть свои команды, куда люди могут прийти на стадион и посмотреть, ну, более-менее качественно футбол. Но вся остальная страна не будет видеть футбола вообще. Безусловно, если честно, вот так по абсурдному идти, я считаю, что да, лучше это не видеть. Вот, лучше это не видеть. Потому что если вот так это видеть, ну, конечно, там, так игрок, как Полянин, так сказать, вот наши странные матчи. Может быть, я бы вот на такой футбол вроде, зная вот, что матч закончится 5-3, я бы пошел, сказать, ну, пока разыграйте. Как это будет? Мне интересно. Вот, но с другой стороны, конечно, платить деньги за то, чтобы посмотреть плохого уровня футбол и показанный, по старинке, да, с какими-то там, с камерой установленной так высоко, что там бегают ребята и, в общем, ну, удовольствие сомнительное. Но, если такая история будет введена, я думаю, что люди будут платить и будут ходить, потому как любовь к футболу в России, она беспочвенна, но сильна. Кирилл Немоляев и Гия Саралидзе были в студии Вестника Кавказа. Через неделю мы вновь встретимся и будем обсуждать главные события в мире футбола. Я думаю, что произойдет еще много всего интересного и надеюсь, что мы подхватим это и вместе с вами обязательно обсудим. Спасибо и всего доброго. Спасибо.